Две встречи с президентом и воспоминания на всю жизнь. Керемкул Бегалиев много лет проработал с землей на плодородных полях. Пожать руку главе государства, говорит он, удается не каждому крестьянину, а предшествовали этому озвученные президентом инициативы в послании, вспоминает фермер. Именно они стали не просто стимулом, а руководством и конкретным действием. Поставленные задачи он как смог выполнил у жителя Жуалынского района свое собственное хозяйство, а за картофелем, который здесь выращивается в алматинских магазинах, выстраиваются очереди. Объезжая свои картофельные поля, Керемкул Бегалиев вспоминает, что помогло ему. Своё хозяйство фермер организовал ещё в 1996 году, но значимых результатов удалось добиться лишь в последние годы. После услышанного в послании главы государства, именно тогда все трудности делится он, словно отошли на второй план. В том послании президент сказал, внедряйте новые современные технологии в хозяйстве, увеличивайте посевные площади. Меня словно озарило. Этими словами я будто получил от него личное одобрение тем мыслям, которые вынашивал уже давно. Первой ласточкой стало внедрение в хозяйстве голландской технологии выращивания овощей. Помогла и государственная поддержка. И уже сейчас гектара здесь собирают по 340-350 центнеров картофеля. Но посевные площади с полутора гектаров выросли сразу до 150. Благодаря этому в 2011 году Керемкул Бегалиев отправился в Астану на сельскохозяйственный форум. И прямо в фойе ему посчастливилось впервые пожать руку главе государства. Он поздоровался одновременно по-простому и с уважением, ведь он не понаслышке знает о сельской жизни. После прозвучали пожелания успеха в выращивании качественной продукции. Это рукопожатие, я считаю, обязало меня оправдать надежды и исполнить поставленные главой государства задачи. Были еще вопросы о работе, о хозяйстве, вспоминает фермер. Это было невероятной гордостью, ведь сам президент интересовался у загоревшего на полях парня его жизнью и заботами. Впрочем, тот первый раз для руководителя крестьянского хозяйства оказался не единственным. Уже через год он отправился в столицу снова, уже как делегат на съезд партии Нуратан. Каково же было его удивление, когда глава государства с первого же взгляда узнал своего собеседника и снова поздоровался. Я немного шагнул вперед и протянул руку. Он ответил и пошутил, ты приехал в Астану, чтобы снова пожать мне руку. Я был очень доволен тем, что он меня узнал. И теперь два этих ярких момента из моей жизни не выходят из моей памяти. Сейчас крестьянское хозяйство Злиха снова увеличивает посевные площади. А Кирилл Кулпигалиев надеется, что его труды принесут пользу стране. Дарья Визовая, Раван Бакинже, Жомбылская область.